Как улучшить качество школьного питания? Эту задачу в Барнауле решают уже несколько лет. Насколько продвинулись в этом вопросе? Кто и как его контролирует? Нам сегодня расскажут сразу несколько спикеров. Председатель комитета по образованию города Андрей Моль, депутат Барнаульской городской Думы Марина Панкрашова и директор комбината школьного питания «Глобус» Сергей Косык. Здравствуйте, уважаемые гости. Первый вопрос адресую председателю комитета. Скажите, в скольких школах Барнаула дети сегодня получают горячие завтраки и обеды, и сколько школьников при этом питаются бесплатно? В городе Барнуле 87 школ, везде организовано горячее питание. Там, где есть бесплатное питание, то есть для учащихся начальных классов таких, школ 84. А что можно сказать о состоянии пищеблоков? Этот вопрос, он на постоянном контроле находится, то есть мы круглый год занимаемся этими вопросами, и городской бюджет, и краевой бюджет финансируют состояние техники в наших столовых. Значит, есть определенный план обновления, есть заявки, которые нам дают организаторы школьного питания. Значит, за последние два года порядка 30 миллионов рублей выделены на эти цели, поэтому сегодня в летний период, когда мы принимали школу к учебному году, они были приняты все без замечаний. То есть акты приняты, дети сегодня едят, ну, все находится в рабочем порядке. Сергей, вам вопрос. Вот комбинат школьного питания, насколько основательно готовился к началу учебного года? Изменилось ли что-то в системе организации этого процесса? И сколько средств вы затратили на оборудование? Ну, смотрите, работа комбината по подготовке к учебному году, она достаточно большая, всегда традиционная работа. Но в этом году мы сосредоточились на поставщиках непосредственно. То есть каждого поставщика были доведены требования, которые сейчас как бы предъявлены нам от комитета по образованию города Барнаула, ввиду того, что и Санпин поменялся по организации питания в школах непосредственно. Поэтому сейчас эти требования, они не просто как бы проговорены с поставщиками, сейчас эти требования, они заложены в контракт с каждым поставщиком. Каждый поставщик проверен. До каждого доехали, посмотрели состояние складов, посмотрели состояние продуктов, все это прописали в контракте и в принципе эта работа она ну проведена настолько досконально что можно сказать что поставщики заменены на сто процентов сейчас то есть качество продуктов питания который поступает в этом году в школы города она на самом высоком уровне ну вот что сегодня входит в школьное меню насколько она сбалансирована смотрите она сбалансирована на сто процентов вопрос другой что как бы ребенок в школе он питается один раз в день в лучшем случае 2 вот поэтому проконтролировать то что ребенок потом в течение дня еще употребляет пищу это достаточно сложное но и в принципе невозможно а так она конечно питание сбалансировано и здесь непосредственно контролируется и калорийность контролируется и вес блюда непосредственно контролируется его объем да то есть поэтому здесь она конечно сбалансирована а калорийность учитывается точнее при разработке меню учитывается ли сезонность Вот вы говорите, калорийность каких-то блюд. Сезонность обязательно учитывается. Учитывается возраст детей, учитывается предпочтение родителей, учитывается предпочтение детей и учитывается требование к организации школьного питания, которое, собственно говоря, является практически техническим заданием для нас. Марина, ну вот что можете вы, как депутат, сказать о качестве сегодняшнего школьного питания? Безусловно, мы контролируем этот процесс, вообще организации школьного питания. Мы, я имею в виду общественность, не только депутат, но и женская палата наша городская, родительская общественность, активно этим вопросом занимаемся. И, конечно, если брать за 100%, ну можно сказать, что 98%, потому что всегда нужно оставлять за дел какой-то, куда расти. Но в целом, конечно, если мы будем сравнивать за последние годы, то уровень организации школьного питания, его качество, конечно, возрос в городе Барнауле. Это однозначно, об этом говорят все. И родители, и ученики. Нюансы определенные есть, но тем не менее. А кто и как сегодня вообще контролирует качество школьного питания? Ну, мы понимаем, что у нас есть прежде всего это Роспотребнадзор, то есть орган, который приходит и в соответствии с Анпинами все это проверяет. Это главный проверяющий на сегодняшний день. Конечно, есть и в Комитете по образованию отдел, в котором есть люди, которые отвечают за организацию питания, так называемый наш внутренний ведомственный контроль. Но, кроме этого, вопрос организации питания, он стоит у главы города на постоянном контроле. То есть и совещания проходят, и выходы в наши школы. Мы начали учебный год с ежедневных выходов в наши школы, для того, чтобы посмотреть, как начался учебный год. Как подготовились школы, как подготовился комбинат школьного питания. Мы понимаем, там есть тоже живые люди, которые каждый день своими руками готовят продукты для наших детей. Ну и как заказчик, это школа, конечно, это родители, прежде всего, которые могут в любой день прийти, посмотреть. Ну и брокеражная комиссия, которая ежедневно в режиме обязана, в нее входит медик, в нее входит администрация школы, в ежедневном режиме проверять состояние питания в школе. Чуть подробнее об этой комиссии. Вот вы сказали, кто входит в ее состав, да? А кто еще помимо, может быть, этих участников? И насколько компетентны эти люди? Ну, кроме того, что я назвал, конечно, могут и родители туда входить. Медик, он по своей, так сказать, профессии должен понимать безопасно там или как организовано это питание. Ну и те люди, которые администрация школы, в силу своей должности, они тоже разбираются в Санпинах, они разбираются в том, что должно входить в питание. Есть контракт, в контракте прописано, так сказать, меню, ну, исполнение этого меню, соответственно, обязанность школы. Кроме этого, директор школы имеет право затребовать документы, подтверждающие качество тех или иных продуктов. Поэтому всего этого достаточно, чтобы понять, питание качественно или нет. Марина, вот к вам, как депутату, родители вообще обращаются с какими-либо жалобами, нареканиями? Если да, то, как правило, с какими, о чем просят? Да, такие обращения есть. Еще раз уточню, что их стало за последнее время намного меньше, но тем не менее. И вот если посмотреть по темам, с какими обращаются родители, то это, как ни странно, внешний вид, то есть никто не говорит о качестве или о вкусно-невкусно, да, уже этого значительно меньше. А вот внешний вид, как это выглядит, да, для ребенка имеет значение. Вот буквально на днях общалась с родителями первоклассницы, которая говорит, ну вот очень хорошо питается девочка дома и, в принципе, не стала пробовать там определенное блюдо, потому что не понравился внешний вид. Ну, сказала такую фразу, вот было комком, но вот ребенок не захотел пробовать. Еще распространенная такая жалоба, если можно так сказать, это на то, что блюдо, например, холодное или недостаточно теплое. Но по большому счету, еще раз хочу отметить, что этих жалоб стало намного меньше. И вот то, о чем сказала я, это все очень легко корректируется на самом деле. И корректируется, может быть, даже в самом учебном заведении. Потому что о качестве, о вкусно-невкусно речь сейчас не идет. Мы об этом говорим очень много. Мы говорим о формировании и самой культуры питания в семье, потому что от этого зависит очень много. И если это сосиска с макаронами, то, как правило, все дети 100% это съедают. Если мы говорим о котлете из печени, либо мы говорим о каше, то, как правило, здесь мы выезжаем и видим, что когда эти блюда, они как раз не съедаются. Вот почему? Потому что, возможно, непосредственно дома родители сами не уделяют этому должного внимания. Потому что, как уже коллеги сказали, меню сбалансировано. Оно соответствует возрасту ребенка. Поэтому, конечно, оно должно быть съедено, это блюдо. Но, тем не менее, есть эти моменты. Я думаю, что здесь со стороны общественности тоже есть такой запрос на продолжение работы по формированию этой культуры питания у ребенка в школе. И в том числе и работа с родителями. Потому что это все-таки совместный труд. Сергей, вот интересно, а напрямую к вам обращаются родители? Учитываете ли вы как-то их пожелания? Если да, то, может быть, какой-то пример вспомните. Безусловно, такая работа ведется. Обращаются много. Каждый день много-много обращений. Это и по телефону, и приходят люди. И в школу мы приезжаем, разговариваем с родительскими комитетами. Индивидуально общаемся с родителями. И на самом деле здесь пожеланий много. То, что касается температуры подачи, тут на самом деле очень сложно угадать. Температура контролируется, и мы ее на линии раздачи непосредственно выдаем ту, которая должна быть. А там уже у каждого ребенка очень все индивидуально. То, что касается красоты блюда, здесь тоже на самом деле достаточно все спорно. Потому что кетчуп возьмем. Это сразу красиво непосредственно. Но его нельзя в школьном питании. Потому что у нас есть 45 видов продуктов, которые запрещены вообще использовать в школьном питании. Сама подача по себе. Кто-то предпочитает плоскую тарелку, кто-то предпочитает наоборот высокую тарелку, кто-то предпочитает круглую. Сейчас разнообразие большое в посуде, и здесь угадать достаточно сложно. Конечно, безусловно. Но то, что такая работа ведется, и очень часто бывают даже такие примеры, когда мы приезжаем в школу и приглашаем родителей непосредственно попробовать, оценить температуру, оценить красоту, размер блюда, объем непосредственно. Родители очень часто, наоборот, они даже не владеют этой ситуацией. А когда они внутри могут все это оценить, увидеть, они говорят, что на самом деле все организовано правильно. Проблемы, безусловно, есть. Но человеческий фактор, никуда от него не денешься непосредственно. Но то, что мы умеем с этим работать, и то, что мы сейчас эту ситуацию меняем, и то, что мы сейчас делимся этой информацией с родительскими комитетами, делимся с детьми, разговариваем на эти темы, это, безусловно, собственно говоря, улучшает и качество питания, и поднимает даже, извините за такой термин, съедаемость блюд непосредственно. Ну, а вот какой-то последний, быть может, пример из практики, когда к вам обратились и выдают? Да, конечно, да. Гимназия номер 5, это поселок Южный непосредственно. То есть было у нас обращение по поводу качества питания, по поводу температуры непосредственно, по поводу того, что дети не съедают. Выехали на место, как раз у нас получилось так, что мы приехали, не могли договориться по времени, и получилось так, что собрались неожиданно в гимназии. Собрали, пригласили директора школы, пригласили, соответственно, родителей, пригласили педагогический состав на месте и поговорили. Но вот как раз вот такой пример там хороший, то есть, допустим, там есть котлета куриная, которую мы подаем горячему блюду. Она большая достаточно сама по себе. Ну, вот как вариацию предложили, что мы эту котлету разделим. Сейчас есть такое популярное направление, может быть, слышали, называется митболы. То есть когда котлета не одна большая, а четыре, но маленьких. И детям вроде бы как было бы их удобнее кушать. Спросили ребятишек. Ребятишки говорят, да, котлета мы даже и не знаем, что это такое. А митбол, да, знаем, вкусно, интересно, вот это мы есть будем. Ну вот решили в качестве эксперимента в этой школе. То есть, в принципе, это будет та же самая котлета, только она будет разделена на четыре. Маленькие кругленькие котлетки, аккуратненькие, которые, может быть, ребенку будет в еду употреблять комфортнее. Если, допустим, есть жалобы в адрес школьного повара, как этот вопрос решить? Кому обращаться родителям? Возможно ли замена сотрудника? Ну, я начну. Значит, смотрите, опять-таки, я уже говорил, то есть, есть заказчик, это учреждение, и если есть какие-то претензии к повару, обоснованные претензии, то есть, заказчик всегда может исполнителю их предъявить. Ну, разные, наверное, могут быть какие-то моменты, и мы с вами понимаем, при одинаковом меню мы можем зайти в две школы, а блюда будут по-разному, так сказать, на вкус. Плюс, вот, поэтому повара заменить можно, если он не выполняет свои обязанности. Все юридически очень понятно и просто, то есть, директор школы либо может официальную претензию направить, либо, так сказать, поговорить с оператором, с комбинатом, и этот человек может быть заменен. Ну, то есть, родителям к директору школы обратиться? Ну, конечно, обязательно. По роду своей деятельности вы, как депутат, наверняка были в других регионах, оценивали качество школьного питания там. Вот, если сравнивать, что можно сказать? Насколько у нас питание в Барнауле лучше, хуже, чем в других регионах? Или там на уровне, не знаю. У нас в целом в Российской Федерации сейчас на территории нашей страны уделяется большое внимание школьному питанию, учитывая, что у нас по поручению президента начальная школа питается бесплатно. Поэтому, конечно, контроль идет со всех сторон. И где бы мы ни находились, правильно мы сказали, по роду деятельности, находишься в образовательном учреждении, всегда зайдешь, купишь себе порцию, и чтобы поесть, и чтобы оценить. На самом деле, в любую школу нашего города, если я захожу, я всегда это делаю, и всегда это очень вкусно. Но с другими регионами, наверное, даже некорректно сравнивать, потому что здесь, наверное, должен быть какой-то очень такой широкий анализ. Можно говорить только за Барнаул. Шаг вперед сделан очень большой. И я знаю, что и администрация города, и сами общеобразовательные учреждения делают для этого очень много. И депутатский корпус контролировать будет и дальше этот вопрос, вне зависимости от того, случается что-то или не случается. Этот вопрос на контроле у депутатов Комитета по социальной политике. Ну а родителям, вот вы задали вопрос по поводу обращения к директору, конечно, мы не раз уже говорим, но не пишите сразу в социальных сетях, не делайте из этого какую-то шумиху, которая вполне возможно совершенно не стоит того, потому что есть люди, которые за это отвечают. И прежде всего нужно, конечно, пообщаться именно с этими людьми. Я думаю, что эта проблема будет эффективно устранена. Вот это, наверное, самый главный посыл. Нужно понять, что все, кто сейчас за столом сидит, и кто по ту сторону экранов родителей, мы все заинтересованы в том, чтобы детское питание было качественным, чтобы оно было съедаемым, как вы сказали, и чтобы оно было здоровым, и ребенок тоже получал от этого удовольствие. Спасибо, уважаемые гости, за ваше участие, за ваши ответы. А я напомню, что сегодня мы говорили о качестве школьного питания в Барнауле и о том, кто и как его контролирует. До свидания.